Итак, будем готовить оливье по рецепту, который нам дала Танюша. Оливье от Татьяны. Да? Что для этого надо? Рецепт сейчас будет перед вами, тут где-то появится. Внезапно появился. Вот такой вот рецепт, абсолютно несложный. И мы приступим. Для начала велено Олечкой порезать 6 огурцов кубиками. И оставить стекать горошек. С морковкой. Нет, просто горошек. Итак, 6 огурцов покрошены, как смог, кубиками. Вот такие у нас в данном случае соленья Гринвиль. Весьма неплохие, кстати, вкусные. У нас есть большая такая штука, в ОК купили. Крутейшее изобретение человечества. Бабах. Хватит столько или еще? Нет, хватит. Колбасу порезать. Колбаса у нас фару-докторская. Здесь 480 грамм. Вся уйдет. Хоп, картошечку. И на 5 минут в микророзу. Это вот так мы варим картошку. 5 минут и она сварена будет, да? Да. Круто. Может быть, поскольку она одна, попробуем меньше. Картофель для оливье. Я так все очень сварю. Прикольно. Не знал, возьмите на заметку. Так, берете вот так вот, нарезаете колбасу и тоже шинкуете кубиками. Ну что, колбаса порезанная, картошка, надеюсь, сварена. Сейчас ты ее ножичком проверишь. Ух ты. Ты аккуратно развяжи пакетик там и ножом не готовлю. Так она мягкая, реально. Я даже пальцем трогаю. Ее нужно положить, чтобы она остыла. Ее пока не надо резать. Так, ладно. С пакетом достать. Сейчас достанем. Реально готовая, смотрите, наш проход. Дальше нужно порезать кубиками картошку и морковку. А вы можете покуда написать свой рецепт идеального оливье, если, конечно, у вас есть. Самая нелюбимая часть это чистка картошки. Вот такая. Это нужно ее все почистить. Реально картошка полностью готова. Прикольно. И почти почистим. Пять карташин и все хорошо. Так, картошка, морковка уже здесь. Единственные кусочки, конечно. Мне не хватает терпения резать мелко. Как есть. Я просто хочу оливье. Не важно, как оно будет порублено. Хочу оливье. Знаете, оливье вот продают совсем меленько-меленько порезано. Это сколько терпения нужно иметь, чтобы все это мелко-тоненько порезать. Конечно, есть соответствующие сеточки. Они четко режут на эти кубики. Можно их купить и не париться. То же самое для яйца есть такие. Лицо просто так опускаешь и все. Она его разрезала на квадратики. Такие треугольнички. Ну, а приходится, конечно, вручную это все перерабатывать. Но ничего. Смотрите, теперь нужно резать яйца, чистить и резать их шесть штук. То есть картошек пять, одна морковка, шесть яиц. Текс. Нужно катать, покатать, чтобы оно лучше чистилось. Или в руках покатать, или по столу покатать. И побить чуть-чуть. И оно просто отслаивается очень классно. Когда вы провели такие операции, как я вам только что показал. Все, будем резать. И еще вот пять штук. Есть готовые у нас яйца. Смотрите, насчет колбасы фаро. Не знаю, я вот пробовал кременчужскую. Вроде она чуть вкуснее, чем фаро. Фиг его знает. Ну, вроде фаро тоже неплохая. Но это, опять-таки, вкусовые предпочтения каждого. Кто-то любит с такой колбасой. Кто-то с другой. Кто-то огурцы другие пробует. Пропорции другие. То есть у каждого свой рецепт оливье. Мы сейчас попробуем приготовить по Таниному рецепту. И посмотрим, что из этого получится. Я уже все перерезал ингредиенты. Теперь только все смешать, да, и заправить майонезом. Заправлять перед подачей. Заправлять перед подачей. Сейчас смешивать. Сейчас будем? Хорошо, давайте мы это в последний момент все сделаем. Ребята, спонсором данного видео является магазин красивых товаров для дома. Стиль вкуса. Если вам нужны интересные подарки, посуда, декор, а также вещи, которые создадут романтичную атмосферу и уют у вас дома, заходите на сайт и выбирайте. Так, теперь мы все это ингредиенты смешиваем в большую лирку. Сюда смешиваем. Ну, придется аккуратно перемешать. Короче, все это нужно смешать. Ой, это огоньчики горюсые. И потом уже заправлять майонезом столько, сколько вам необходимо. Мы перемешали оливьеху. Теперь ее поперчить. Сколько? На, поперчи. И еще помешай. По вкусу. Сейчас поперчим, перемешаем. Потом фу. И теперь просто сколько вы съедите, вы насыпаете. Остальное в холодильник на хранение и будете неделю эту оливьеху точить. Почему бы нет? Не знаю, как вы, а я вот провансаль. Люблю этот майонез, 67%. Он самый крутой, как по мне. Другие майонезы мне как-то вообще не нравятся. И перемешиваем. И все. И оливье. Новогоднее блюдо. Готово. Всеми любимый салат. У меня в том числе. А Олечка, что ты не ешь? Я тот человек, который в жизни не ел оливье. Я даже не ел оливье. Как это? Да почему? Ты майонез не ешь просто? Нет, майонез. Я в детстве ела майонез. Ну, как все. До какого-то времени я ела. Но вот эти все салаты с майонезом. Мимозы, крабовых палочек, шуба. Шубу когда-то пробовала. И оливье. У меня как-то вот смесь этих всех продуктов не вызывает желания это есть. Просто даже на вид. Поэтому я не езжу. Поэтому овощи на гриле. Да. Что-то... Вместе со стейком самое. Что видишь конкретный продукт, конкретный вкус. Ты же видела. Ну, вот как-то вот. Во-первых, я никогда его не готовила. Ну, уже попробуешь? Копилюшечку мое творение. Чуть-чуть ложечку мое. Хорошо? Не надо. Ну что, пробуем оливье. Так. Оливье. А ну, свое творение. Ммм. Обалденно. Да. Обалденно. Это супер. Огурчик чувствуется вообще обалденно. Зай, попробуй. А что ли самое вкусное оливье в твоей жизни? Попробуй. Ты сам не приготовишь, никто не приготовит. А все, я буду делать оливье. Нет. Тебе нет. Не за что? Огурчик. Ну, не люблю я такие сладкие. Понятно. А я люблю. У меня вот это сочетание, фу. Все, он такой там вареный. Перемешанное, что типа. Нет, классно получилось. Отдельно все продукты по-одинности ем. Но когда их вот это смешали, мы на... Фу. Извините, но я не фанат. У меня специфические вкусы. Не знаю, но я просто... Почтение. Я люблю... Мне вот захотелось его. Миша, спасибо за рецепт. Потому что я... Сначала рыцарю я в интернете нашел уже рецепт. Но... Получилось так, получилось. Очень вкусно получилось. Ямка.